Про сервис для предпринимателей, для бизнеса, для стартаперов. Вот недавеча вчера обсуждали применение новых технологий, блокчейн-технологий для автоматизации. Идея глобально состоит в том, что вообще стартапы, маленькие, которые только-только начинаются, сразу, уже с первых дней, вести по принципу организации, для того, чтобы эта компания могла вырасти и стать международной компанией. Для этого нужно применять структуру управления, которая матричная. Ее можно применять сразу, когда находишься не сам по себе, а в компании единомышленников, или в инкубаторе, или в корпорации. По этому поводу появилась идея создания инструментария, который на open-source разработках. То есть это а-ля ERP-система с модулями. Собственно, про это тоже уже говорили. И построена на блокчейне для того, чтобы сразу можно было ввести учет вкладов в проекты. Значит, матричная структура, она вертикальная и горизонтальная. То есть вертикальная – это отделы, которые по разные виды деятельности. Горизонтальная – это проекты. Проектов может быть много, и, в общем, они могут быть вполне международными. Экспансия международная осуществляется созданием, по сути, новых бизнес-подразделений, которые являются новыми проектами. Новые бизнес-подразделения в других юрисдикциях, они играют по другим правилам. То есть там может быть все маленько по-другому. Но при этом маркетинг, бухгалтерия, там все эти взаиморасчеты – это делается, в общем, все единообразно. За счет вот этого единообразия можно для инвесторов предложить, что если где-то что-то там с человеком не справляется, и либо команда уходит, то это можно быстро заменить другим человеком. Далее. Для инвестора это прозрачность. То есть когда понятны формы отчетности, понятны, значит, как происходят процессы, да, то есть это уже своего рода контроль. То есть можно быть более спокойным за свои деньги, да, которые проинвестированы в тот или иной проект. Кроме того, КПД, то есть судя по тому, что было сказано вчера, если в обычных там проектах 9 из 10 умирают, один, дай бог, живет, да, то при построении по матричной структуре, когда уже есть опыт, то 2 из 5 проектов они показали свою живучесть и прибыльность. Причем это международные проекты. В этом плане есть уже наработки, да, в этом плане. Теперь речь идет о том, чтобы сделать это удобно и применить там опять же, ну, токеномику, да, то, что называется. Ну, вот, вкратце пока так. Субтитры подогнал «Симон»